Спасибо. Уважаемый брат Вукалимович, дорогой друг, дорогие коллеги, рад вас приветствовать в Ереване. Мы всегда очень часто на международных площадках встречаемся, обмениваемся мнениями, но я думаю, вы разделите мою позицию в том, что поставление визита – это особый случай, их лучшие опыты, лучшие возможности. Возможно, ставим такие визиты, обговорить детально, обговорить весь спектр, всю повестку двусторонних отношений, также, конечно, региональные и международные вопросы. Армения для Казахстана – братская страна, армянский народ и взаимный казахстанский народ для армянского народа. У нас всегда исторические, очень хорошие отношения, у нас есть очень хороший политический диалог на высшем уровне, на высоком уровне, у нас очень хорошая динамика экономических и товаров, оборота, экономических связей. Но, как ни странно, когда предприятие, вместе с тем, есть еще большое пространство для дальнейшего углубления отношений, к чему мы готовы, к чему мы стремимся. Я надеюсь, такая же позиция у казахстанской стороны. Мы во многом, у нас аналогичные ситуации в восприятии международных отношений. Мы очень оба, очень приятно относимся к нашему суверенитету. Мы очень заинтересованы в проложении новых транспортных связей, логистических путей. И с нашей стороны есть готовность действовать сотрудничество с Казахстаном в этом вопросе. Добро пожаловать, мы тут вам очень рады. Добро пожаловать, уважаемые коллеги, для меня это большая участь, находиться в величественном нераване с визитом. Благодарю вас за приглашение приехать для того, чтобы обсудить актуальный вопрос нашего двустороннего взаимодействия, а также нашей кооперации в рамках двусторонних структур. С первых дней я чувствую теплоту, радушность, искренние чувства, которые вы испытываете в Казахстане. Хочу заявить вас, что это тоже с нашей стороны находит очень большое желание быть вместе, работать вместе. Либо мы, хотя не прямые соседи, общей границы нету, но у нас есть общие, так скажем, планы, общее желание укреплять наши отношения, вместе работать на благо процветания и на благополучие наших стран, народов. Мы на это очень много делаем, у нас очень хороший тесный диалог на высшем уровне, на уровне министерства, на странах дел, для отсутствующих министерств тесно работаем. Да, сегодня у нас торгово-экономические отношения, может быть, если присмотреться к цифрам, может быть, не такие большие цифры, но перспектива очень большая. Благодарю вас за то, что вы отметили перспективы транспортного сотрудничества. Казахстан, в свою очередь, вы знаете, развивает совместно с партнерами и из Европы, и из Азии средний коридор. Я думаю, что у нас много общего, и сегодня мы с вами подробно это обсудили. Готов приложить усилия для того, чтобы наше сотрудничество из города расширялось. У нас есть золотой мост, который нас соединяет, это армянская диаспора, которая живет в Казахстане и уносит большой вклад в развитие нашей экономики, нашей страны. Армянский народ, талантливый народ, имеет глубокую историю, мудрость, и всегда отличалось тем, что у вас очень много представителей вашего народа, которые известны во всем мире. И я имел возможность познакомиться с господином Шаром Азнаруль в Женеве. Я считаю, что армянский народ трудолюбивый, мирный, всегда говорит о мире. И делает все для того, чтобы был мир, понимание и стабильность. И в этом мы с кожей. Казахстан также носит вклад в обеспечение международной безопасности, стабильности. Центральная Азия сегодня переживает очень интересные процессы. У нас историческая возможность, я думаю, может быть, даже изменить где-то геополитический расклад. В том плане, что через те проекты, которые мы сегодня предлагаем, и сегодня, которые мы сегодня обсудили, мы станем крепче и ближе. Еще раз благодарю вас за эту возможность. Спасибо. 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 У нас большие планы. Надо же снять. Спасибо. 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 Спасибо.